здравствуйте дела семейный вас приветствует сегодня мне хотелось бы поговорить о такой теме как решение вопроса о порядке общения с ребенком когда-то в одной из программ я уже поднимал эту тему но у меня возникло желание еще раз к ней вернуться просто совсем недавно у меня на консультации была молодая пара которые уже к сожалению в разводе и никак не могут решить как общаться с ребенком каждому из родителей ну естественно что мама настаивает на своей позиции папа настаивает на своей но во главе угла стоит мальчик маленький мальчик ему еще нет десяти лет почему я говорю десяти потому что в соответствии с положением о семейном положение семейного кодекса у ребенка спрашивают мнение когда ему исполняется 10 лет а пока ему еще нет этого вот не наступил такой возраст за него все решают родители в чем проблема именно в этой ситуации здесь в этой семье еще растет один мальчик и этот мальчик от первого брака супруги его вырастил отец фактически отец не биологический а физически наверное потому что он его растил с раннего возраста этот мальчик называет его папой вот сейчас у него получается что и биологического папа фактически нет, и того папа, который его воспитывает, тоже нет. Но вопрос решается не по нему, вопрос решается о маленьком мальчике. Мама не хочет давать папе на долгое время ребенка, мотивируя тем, что ребенку надо привыкать к новому месту жительства, они разъехались. А папа настаивает на том, что ребенку надо быть больше с папой, потому что мальчика должен воспитывать отец, и у них уже есть сложившие соотношения, у них есть свои традиции, какие-то свои привычки. И вот на этом все застопорилось. Хотелось бы мне сказать, уважаемые родители, когда вы решаете вопрос об определении порядка общения с ребенком, пожалуйста, успокойтесь, уберите все свои эмоции, уберите все свои обиды и решайте это совершенно беспристрастно. Когда мы с этой парой разговаривали, а разговаривали мы с ними на медиативной встрече, когда суд, да, это мама подала заявление в суд об определении порядка общения с ребенком, а суд направил на медиацию, вернее, предложил медиацию, родители согласились, и вот когда с ними проходила беседа, им было сказано, не ведите торговлю, это нельзя включать вот такие элементы торговли, я тебе разрешу вот это, а ты тогда мне дай вот это. Здесь именно должна быть договоренность. И я хотела бы, может быть, помочь вот таким советом, что когда вы решаете вопрос об определении порядка общения с ребенком, то есть будете сидеть и высчитывать, какие дни кому встречаться с ребенком, будет ли он ночевать у папы, будет ли он ночевать у мамы, будет ли он ездить с папой в отпуск, или мама будет его забирать сама в отпуск, как они будут посещать кружки, это все очень-очень важно. И я бы предложила такой вариант, если у вас возникла проблема по порядку общения с ребенком, заключите мировое соглашение. Это соглашение можно заключить просто, сидя друг напротив друга, взяв листок бумаги и написав все, что вы считаете необходимым включить вот в это понятие порядок общения с ребенком. Устно не получится, потому что сегодня у вас одно настроение, завтра другое, сегодня вы согласны с тем, что вы сами сказали, а завтра вы забыли об этом или отмахнулись от своих же слов. Нет, вам надо все прописать. Причем вы должны там написать, что я фамилия, имя, отчество, дата рождения, являясь матерью такого-то ребенка, фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения. То есть все идентификаторы, чтобы можно было понять четко, что это действительно мама договаривается, действительно с папой договариваться, и именно в отношении определенного ребенка. Когда вы все пропишите на бумаге, вот это мировое соглашение ваше даже не обязательно заверять у нотариуса или нести для того, чтобы суд утвердил вот это мировое соглашение. Вам достаточно будет подписать, и в принципе это получится юридический документ. Уже отказаться от своих слов не получится, потому что это было мировое соглашение, соглашение. Вы оба согласитесь на эти условия. Хорошо, если вы, например, не совсем уже сейчас доверяете друг другу и боитесь, что после того, как вы создадите вот это мировое соглашение в простой письменной форме, что вдруг кто-то из вас может отказаться и придется очень долго доказывать, что это действительно он подписал это мировое соглашение, ну идите к нотариусу. Конечно, там придется заплатить определенную сумму, но этот документ уже будет иметь силу исполнительного листа. И если кто-то из вас вдруг откажется от тех позиций, которые подписал в этом мировом соглашении, и это было заверено нотариусом, с этим документом можно идти к судебным приставам, и они будут добиваться того, чтобы это соглашение исполнялось. Ну, если не пошли к нотариусу, если не хотите заключить это мировое соглашение в простой письменной форме, тогда мировое соглашение можно утвердить судебным решением. Но я хочу сказать, что если вы не решите эти дела миром, суд на свое усмотрение, исходя из тех фактов, которые будут изложены в исковом заявлении, в присутствии органов опеки, в присутствии прокурора, примет свое решение, и вам уже придется его исполнять, понравятся вам эти условия или не понравятся. Поэтому я вас призываю, садитесь за стол переговоров, договаривайтесь, не торгуйтесь, и решите для себя, что у вас центр сегодняшней проблемы – это ребенок. И во благо ему решайте эту проблему. А свои амбиции, свои обиды, свои желания наказать кого-либо оставьте для другого. Поэтому я желаю вам мира в семье, и берегите своих деток. Будьте счастливы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!